Здравствуйте! Сегодня я вас познакомлю с фиговым деревом, инжиром. Растения, которые часто видели в Крыму, которые растет на Кавказе, в Испании, в Израиле, мы можем также воспользоваться плодоношением, поставив на самое южное окно, на террасу светлую, в зимний сад, или же, если очень светлая южная квартира, тоже будет плодоносить. Пересаживается растение один раз в 2-3 года, формируется корневая система. То есть вы смотрите, если огромная корневая система, можно еще обрезать и корневую систему. Но ни в коем случае не делайте в осеннее время пересадку, только в весеннее-летнее время, когда идет активная вегетация, когда растение пойдет активно в рост. После пересадки 2-3 месяца не подкармливайте растение, потому что питательных веществ хватит в субстрате. Для пересадки берется субстрат обычный, универсальный или для цветущих растений. Повреждается инжир в основном либо паутиным клещом от сухости, то есть если в помещении не опрыскивается и влажность пониженная. Мы можем обычным опрыскиванием создать влажность и уничтожить паутиный клещ. Либо же если он очень поврежден клещом, тогда мы пользуемся обычными химикатами, которые используются в комнатных условиях. Это октара, октелик, либо же некоторые биостимуляторы, которые способны убить вредителя. Сегодня я рассказала вам о чудесном урожайном растении. Я думаю, было интересно и полезно. Всего доброго!